Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 1 по 6. Послушаем это евангельское изначало в прочтении Отца Александра. Во время Он осозвай Иисуса, бонадесите ученика Своя, дадим силу и власть на вся бесы, недуги целите, и послай проповедать и Царствие Божие, и исцелите болящие, и рече к ним, ни чесо же возьмите на путь, ни жезла, ни пиры, ни хлеба, ни сребра, ни подвеморизма имейте, и вон же дом в нидите, ту прибывайте, и оттуду исходите, и лицеащи не приемлют вас, исходящий от града того и прах от ног ваших оттрясите, во свидетельство наня, исходящий же прохождаху сквозь веси, благовествующий и исцеляющий всюду. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших, во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Жалея множества народа, не имеющего пастырей, и желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников, повелевая им при этом проповедовать Царствие Божие и исцелять больных, зная, что от апостолов будут требовать знамений, как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. Блаженный Феофилакт отмечает следующее. «Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса». В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силы бесовской, но проповедь их не была истинная, а потому и чудеса их не от Бога. «И повелел Господь ученикам, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Ради успеха проповеди Спаситель предостерегает апостолов от всякой заботы об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые трудятся, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд, и, следовательно, Бог не допустит, чтобы Его служители, отрешившиеся от всякой заботы о себе ради веренного им служения, были лишены необходимого для жизни. Ученики не должны были заботиться о том, чтобы составить о себе доброе мнение своим внешним видом. Они должны были идти такими, какие они есть, не думая о перемене одежды или обуви, возлагая все упование на промысел Божий. «В какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь», наставляет Господь своих учеников, дабы они, останавливаясь в каком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными и очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «А если где не примут вас, то, выходя из того города, отресите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Когда раввины возвращались в Палестину после пребывания в языческой стране, они отресали малейшие частицы языческой пыли от своих ног. Архиепископ Аверки Таушев замечает, евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста, и ее надо отресать. Ученикам же велено было вести себя так, как и раввин вел бы себя по возвращении из языческой страны, отресать пыль от ног тех, которые не приняли учеников во обличение и осуждение их неверия. Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они сами осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божьем, а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто благовестие услышал. Как мы видим, Господь избрал 12 апостолов еще при своей земной жизни, отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. То, что Христос сообщил свою силу посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он – Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и других наделил властью совершать их. Очевидным является то, дорогие братья и сестры, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровения, переданные апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша же задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и бережно хранить Слово Божие. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!